Для славянцев, как и для всех жителей нашей страны, в настоящее время очень важно всем быть вместе, не забывая о тех, кто проявляет мужество и героизм, защищая наше Отечество в ходе специальной военной операции. Свой посильный вклад вносят обычные люди. Подробности о самой искренней помощи в следующем репортаже. Мы не раз рассказывали о том, как неравнодушные славянцы делают многое, чтобы помочь воинам СВО. Как известно, наша армия опирается на крепкий тыл. Это не только предприятия, работающие на оборону страны. В жаркое летнее время на переднем крае особенно необходима вода. Две тонны воды выделила администрация Славянского района. В акции приняли участие сотрудники Славянского третьего детского сада, родители и воспитанники. Свой вклад внесли как взрослые, так и дети. Ребятам на СВО нужна срочная вода. Мы поговорили с руководством, объявили родителям. Все, кто хотел, сегодня вы видели результат. Все откликнулись. Всем огромнейшее спасибо. Я думаю, ребят тоже это в памяти останется. Надо было видеть, с каким энтузиазмом переносили собранные пластиковые бутыли с водой сотрудники мамы-воспитанников, их старшие дети-школьники. Хочу сказать огромное спасибо Славянску, нашим родителям, администрации детского садика, что принимали участие. Спасибо Анне Курской, что помогла организовать это все. Все помогают нашим воинам, нашим мужчинам, нашим защитникам. Считаю, что если мы дальше так будем продолжать помогать, то мы будем ближе к победе. Воспитанники детского сада также участвовали в мероприятии. Они спели песню о России, горячо приветствуя всех участников. Воспитание юных славянцев в патриотическом духе дорогого стоит. Провели такую акцию «Помоги бойцам в жаркую погоду», где приняли участие наши дети «Движение первых», также их родители. И к ним присоединились родители всех наших детей, которые ходят в наш детский сад. Откликнулись наши также и сотрудники детского сада. И все это организовалось у нас настолько быстро, потому что в первую очередь сейчас мы нашим детям развиваем духовно-патриотическое воспитание. Мы вкладываем в них сочувствие, любовь к родине, понимание того, что кому тяжело, нужно им всегда помогать. Вот так крепится связь тыла и фронта, где идет сражение за нашу общую свободу. Славянские волонтеры используют все возможности, чтобы поддержать сражающихся солдат и офицеров. Если не мы, то кто? Мы постоянно принимаем участие в сборе помощи волонтерской и сами лично в своих машинах отвозим. И в Херсонскую область, и в Запорожскую, и в Луганскую, и в Донецкую. У нас стабильно получается раз в месяц поездка, а иногда вот в этом месяце у нас получилось три поездки. У нас своя группа есть, которая называется «Славянцы». В группе собираем помощь, жители города помогают по мере необходимости, кто деньгами, кто продуктами. И отвозим ребята, лично передаем из рук в руки. В единстве с армией – сила народа. Сбор гуманитарной помощи объединяет людей. Всех согревает мысль, что они помогают воинам. Специальная военная операция усилила патриотический настрой. Все совершенно бескорыстно работают для наших военных и делают это с любовью. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».